У меня, получается, два осколка прилетели в щеку и три в шею. Здесь два швана ложили в шею и два в щеку. Девятикласснику выбраться из обвалившегося дома помогли уроки ОБЖ. Вспомнил правила – дверь завалена, выход в окне. Благо, курсы подготовки к экзаменам были на первом этаже. Под завалами остались вещи, но забрать их пока не получится, идет активная фаза работ. Там, когда спасатели работают, там есть достаточно такие разрушения. Они скрытые. Когда газ все-таки взорвался, это объемный взрыв. И произошло раздвижение, правильно слово сказать, стенок и нарушение несущей конструкции. Так что давайте тоже не загадываем. Сибирские спасатели самолетом из Красноярска прилетели ночью. Так же, как отряды из Башкирии, Татарстана, в Ижевске работает мощная группировка МЧС. Во главе с министром Владимир Пучков вместе с Александром Бричаловым сразу отправились в пункт временного размещения пострадавших. Пообщавшись с людьми, задача для Минздрава – отправить бригады врачей. Дальше, например, мальчишка, 15 лет, он остался, у него на глазах погибли родные. Значит, уже педиатр, который он наблюдал, должен быть рядом, потому что он его знает. И все ваши профессиональные медики должны быть на месте. Хорошо? Давайте займитесь. Сегодня известно, в доме проживало 570 человек. Восемь квартир разрушены полностью, еще 23 частично. В них прописаны 106 человек. Все они получат единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости за частично утраченное имущество 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество 100 тысяч рублей на человека. Единовременные пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью с счетом степени тяжести, вреда здоровью из расчета степени тяжести, вреда, тяжкий вред или вред средней тяжести – 400 тысяч рублей на человека, легкий вред – 200 тысяч. Со всеми вопросами люди идут в пункты временного размещения. Одних расселяют в санатории и гостиницы. Горожане все спрашивают, детям-то что-то нести надо или у вас все есть? Если домой пускают, значит, у нас не пострадало, нам в принципе не надо. Мы взяли с тобой все. Нас бы только куда-то разместить, пока нас домой не пустят. Другим помогают восстановить документы. Органы ЗАГС к вечеру привезут уже документы, которые касаются Кизнера. Вот у меня, пожалуйста, здесь Завьяловский район, есть Увинский район, Шарканский район. То есть вот это мы сегодня должны все отработать и привезти к вечеру. Если потребуется оформление пенсии по инвалидности, по потере кормильца, здесь я сейчас просто проконсультирую, дам консультацию. Все записали, адресат дали, телефон дали, куда идти, сказали. Выплаты на первоочередные нужды выдают тут же. Если паспорт утерян, то делают миграции документы, и по документам они приходят и получают. Быстро это? Это быстро. Но главный вопрос для всех – жилищный. Сейчас в доме работает лаборатория МЧС, комплекс «Струна». Через три дня эксперты вынесут вердикт зданию. Он определит состояние основных несущих конструкций, а специалисты МЧС России подготовят официальное заключение о состоянии всех подъездов каждой квартиры этого жилого дома. Причем к этой работе мы привлекаем и специалистов республики Удмуртия, и всех жителей этого дома, чтобы каждый имел достоверную информацию и принимал участие в оценке состояния несущих конструкций, всех систем жизнеобеспечения непосредственно в своем доме, в своем подъезде. Глава Удмуртии подчеркнул – квартирным вопросом уже занимаются. Людей, конечно же, интересует вопрос с жильем. Это и пятый, и шестой подъезд, да и остальные. В других подъездах мы не оставим людей на улице. В ближайшие сутки, пока будет проводиться экспертиза по дому, все обеспечены комфортными условиями, питанием и всем необходимым. В дальнейшем будем принимать соответствующее решение. В первую очередь, конечно же, это пятый подъезд. Уже и город, соответствующие службы и Министерства строительства правительства Удмуртской республики работают над этой проблемой. Еще раз повторюсь, люди должны знать, мы их не оставим на улице и наедине с этой проблемой. Ипотека, кредиты, долги, кипы документов, домашние животные – вопросов очень много. Их будут решать индивидуально, гарантирует Александр Бричалов. Задавать вопросы, оставлять жалобы можно даже на страничках главы в соцсетях. Оперативный штаб работает, номера телефонов горячей линии круглосуточные. По графику, поисково-спасательная операция завершится к полуночи. Марина Балян, Ребусыгин, телеканал Майя Удмуртия. Марина Балян, Ребусыгин, телеканал Майя Балян. Продолжение следует...